Раньше дрался за 30 тысяч, а сейчас можно купить квартиру. Заперник достаточно сделать для рассылки вашего боя. Хорошо одевает актерскую маску. Ты опасен будешь только в первом раунде. Вот так хорошо! Врачи остановят тебя. Вот так вот, меня зашивает, а я контенте думаю. Целыми днями просто готовился. Кваленка горит, горит. Почему ты на камерах такой дерзкий? Я сейчас вырублю тебя иду в операцию. У Святослава стреляет плюха. Вот что у меня болит? На рентгенах не нужно. Бухал постоянно, кайфовал. Без меня хаткор не хаткор. Победу одержим! Победу! Искрась! Ну а что, друзья, всем привет! Меня зовут Святослав Коваленко. На улице дождь, но мне надо записать вам предисловие и рассказать, что ждет в этом ролике. А в этом ролике я покажу вам всю внутреннюю кухню на своем примере. Это не типичный формат для моего канала. В этом выпуске я впервые буду и блогером, и бойцом одновременно. Ведь даже в день своего боя я думал о контенте для вас. Поэтому я надеюсь, вы поддержите мое пухшее лицо лайком и, наконец-то, подпишитесь на канал, те, кто не подписан. А то по статистике смотришь, и 55% на каждом ролике от людей, которые не подписаны на мой канал. Но вам что, жалко? Вы же кайфуете? Вы же получаете удовольствие от моего контента? Тогда дайте обратную отдачу для автора. Это совершенно бесплатно. Прямо сейчас ставь паузу и подписывайся на канал. Ладно, всех обнял. Одна оттыры. Лед, он никуда не прыгает, друзья. Я же еще предисловие не записал. Вот собача. Ладно, всех обнял. Всем спасибо за поддержку. Ну а сейчас я расскажу, что со мной было. Последние полтора месяца я переключился с грэплинга на ударную технику рук. Мне, если честно, это не нравилось, но азарт залететь на гол у кулаки был сильнее. На экране вы сейчас видите мои моменты тренировок и спаррингов в перчатках ММА. Кстати, вы заметили, что колхоза стало меньше. И вот близится день боя. По контракту бой пройдет весовую категорию до 83 килограмм. 21 марта официальное взвешивание. За день до боя я принял домашнюю сауну и слил 1 килограмм воды. То есть перед сном я уже весил 83 500 и пошел спокойно отдыхать. И вот настал день взвешивания. Виталий Тарасов на месте. Вседостал, здравствуйте. Лучший в мире менеджер Виталий Тарасов. Как твое самочувствие? Все четко. Последний килограмм нормально дался? Да, отлично. С утра встал, весил 83 500. Сходил в душ. Просто пропарился. И 82 800 не пил, не ел. Я нахожусь сейчас, в принципе, в своем весе. 83 килограмма. Полегче себя чувствуешь? Вообще чувствую себя много легче. А тот вес, который был на меня выше, буквально неделю назад, это прям вода была. Вода и с ней даже... Сейчас, я прям сейчас готов. Но на бой ты выйдешь, сейчас пару килограмм наберешь. Не, я думаю, на бой выходить 84 килограмма, не больше. 84 слои на максимум. Зачем мне лишняя вода? Я и без лишней воды хорошо справляюсь. Лишнюю воду мы оставим костюму из Дубая. Он любит воду. Лить, да? Пойдемте. Сейчас, кстати, надо Дубая закошмарить. Я сейчас на него специально жути нагоню. Самое главное, что у нас? Перед боем сломать психологически, а в бою уже добить, поломать, перевернуть. Но все здесь в голове. Ты знаешь, да, что вы делитесь первой? В первом карде, потому что я думаю, Хардкор переживает, чтобы информация о вашем бою не вышла. Бой хайповый. На самом деле, этот бой я жду больше, походу, чем Емеляненька. Но не знаю, почему. Просто хочется разгромить. Просто, может быть, голые кулаки? Да, голые кулаки прям хочется разгромить. Жестко разгромить его. Главное, не быть поверженным. В общем, друзья, это вся кухня изнутри, как происходит взвешивание за сутки до боя. Завтра вы увидите еще кухню изнутри, как происходят все бои. На своем примере покажу. Сегодня он проснулся с утра. В принципе, вы уже видите всю мою подготовку, как я гонял вес. Вернее, не гонял, а возвращался к своему весу. Теперь что? Осталось дело за малым. Встать на весы, водички попить уже, наконец-то, и покушать. Так, а что? Как-то взвеситься можно? Да, Тимур, люди просто славу по всем процедурам, которые... А, еще процедуры, процедуры. О, сейчас пойдем по процедурам. О, БелАЗ. Так, по порту, чё? Привет, привет. Здесь все люди, медкомиссия, УМО, МРТ, ну, вот это всякая всячина, которую надо проходить перед боями. Да, конечно, готов. Нормально? Да, я всегда готов, да, четко. Уклочка-то шепу новая? Ну, я дрался два раза, вот кулак, видишь, сломанный. Ну, это было четыре года назад. Ну, панч-клабе еще дрался два раза, да. Один раз нич, один раз проиграл. Добряк и Паша Носов. Да, это четыре года назад было. Я за 30 тысяч дрался. Раньше дрался за 30 тысяч, а сейчас можно купить квартиру, ну, не в Москве, ну, в Знаменске, откуда я родно, можно пять квартир купить. Да, в Знаменске. Скоро буду у вас летом. Зафиксируем вес, можно? Надеюсь, не подведет. Дороги еще килограмм скинул. А воды нету, да, здесь ни у кого? А есть вода? Электролик выше, что ли? А? Затон выше. Это что такое? Изотонник. Да мне просто я пить хочу, сушняк. С утра не пил. Изотонники какие-то. Я не шарю в этом. Никогда не любил так воду. Мы, на самом деле, договорились на вес 83, а он показал 82,200 даже. Да, на 800 грамм даже перегонял. Потом надо будет сверить давление и сердцебийные костюмы из Дубая. Волнуется он перед дубойми или нет? Так, давление прекрасное, 120 на 80, пульс 85. То есть не волнуюсь даже. Не волнуюсь. Все четко. Фамилию на листочке напиши свое вот здесь. Ага, и что делать? И шорты сфотографируются. Подходишь туда с бумажкой, тебя сфоткают с ней один раз, потом к фотосессу. Я обычно с такой стоял. Так, что у тебя с бумажкой, кто будет? А, без этого, да? И что, ты как, Калмукова готов? Да. Как думаешь, выиграешь? По очкам? А если проиграешь, то по очкам, да? По очкам. Все, понял. Удачи-то, да. Перегнал вес. Перегнал чуть-чуть, перегнал, да. Да это вода вышла, без нее даже лучше. Просто Рзаев-то хотел, чтобы было 82, вот получилось, считай, 82. А он хотел 82? Да, да. А что, он сразу не сказал? В контракте было 83. В контракте было 84, двигались на 83, но видишь, ты даже сделал больше и попал. Ну да, 82, 200. А вообще, с точки зрения промо, ты считаешь, соперник достаточно сделал для рассылки вашего боя? Здесь все взаимовыгодно было, я сделал свою, внес лепту. Ну ты внес свою лепту, как минимум, с вами присутствуем просто. Ну и то, что на его фоне он много говорит, а я много подбегаю. То есть для тебя это подходящий, для тебя это подходящий, да, соперник с точки зрения промо? С точки зрения медиа, конечно, да, почему нет? У меня нет такого, как здесь все говорят, ты мне не интересен медийно, давай еще. Я могу даже с немедийным подраться, главное, чтобы за него заплатили тогда уже чуть больше. Все измеряется в деньгах. Ну и, конечно же, значимости события. С костюмом из Дубая я принял этот бой. Вот, Виталий Тарасов тоже, сказать можно, организовал его. То есть все здесь проходило? Вместе, вместе с ним совещались, вариантов было много, из кого выбирать. Костюм из Дубая проявил свою инициативу, мы выбрали его, потому что... Стоит отметить, что Ржавид был очень счастлив, счастлив. Да, ну, прикольно, когда бои такие. Один злодей, другой, типа, хороший. А другой, Светлана Коваленко. Полицейский, да? Так не полицейский. Слушай, ты здесь начинаешь рассуждать, я смотрю титули в 7,7 килограмм. Да, я хочу подраться с Калмыковым. Ну, с Калмыковым подеремся в 84. Можно с Юриком, с Маяном, если он останется чемпионом после Калмыкова, летом подраться за бой в 7,7. Я думаю, что я буду готов. И почему не спробую такой шанс? Представляешь? Первый блогер, который никогда в жизни не занимался ничем, стал чемпионом среди профессионалов. Кто бы что ни говорил, в хардкоре дерутся профессионалы. И те, кто владеет поясами, однозначные профессионалы. Я верю в свои силы. Ты, короче, решил всех побить, ребят, с кем я работаю. Ты кто же с ним работаешь? С Маяном. И кто дальше? Тимур Слащинин. Калмыков, получается, Смаян. Прикинь, всех твоих подопечных, я уроню акции. Не их уроню акции, но если они проиграют влогеров. Я думаю, что бой со Славом Коваленко, даже если проиграть, это все равно большой бой. После боя со Славом Коваленко. Они так не считают. Никто так не считает. Никто не хочет проигрывать. Знаешь, в чем прикол? Когда у меня какой-то бой намечается, соперник серьезный, неважно, кто там будет, серьезный соперник, говорят, что да, у меня шансов нет, я проиграю, но может на характере выиграю, тот опытный. А когда они проиграют мне, все пишут, да не, это соперник мешок, это не я красавчик, это соперник мешок. И поэтому всегда всех, кто проигрывает мне, их шхварят, они мешки, раз проиграли мне. Тебе это мотивирует? Мне вообще нравится все. А тебе нравится вообще выходить, когда тебя народ поддержит, тебя все любят, или наоборот, когда вот думаешь, что ты сейчас проиграешь и так далее? Все тебя любить никогда не будут. Ну, образно говоря, вот тебе лучше под поддержку или пооборот, под негатив? Нет, ты просто стал, негатив, я сразу как рассуждаю, негатив, он может появиться с чего? С каких-то моих действий. Если негатив пошел с каких-то моих действий, то, конечно, я этим недоволен. По-другому по-другому. Ты едешь к какому-то бойцу в его город, ты дерешься у него в городе, там, естественно, публика болеет за него. Да, но негатив, негатив, они же специально делают психологические, начинают гудеть под тебя и так далее. Суть в том, что ты видишь, что вся толпа болеет за твоего соперника, даже негатив, даже негатив. Тебя это мотивирует, когда вот так вот? Или наоборот, демотивит? Тебе лучше, чтобы толпа тебя поддерживает, дает тебе энергию. Не, если говорить как есть, то, конечно, приятно, когда поддерживают, но когда в меня не верят, это тоже дико мотивирует, когда говорят, ну, его-то он точно не выиграет. У тебя много было боев, где в тебя прям не верили совсем? Ну, это прикольно, это мотивирует, а так, самое главное, мотивация, это я сам у себя, потому что будут все гудеть против меня, у меня будет точно такая же мотивация. Будут все поддерживать меня, у меня будет точно такая же мотивация. Моя мотивация это на победу. Для меня самое главное в бою это победа. Деньги играют роль, конечно, но первоначально я ухожу за победой и сделаю какую-то историю на своем канале, своей биографии. Александр Емельяненко пропал после боя с тобой. Как ты считаешь, на него все-таки психологически создалось поражение? Нет, я не думаю, что на нем это сказалось психологически, вернее сказалось психологически, но очень давно, когда он получил зависимость вот эту алкогольную, и Камил Гаджиев недавно высказывался, вот на днях буквально смотрел видос, он сказал, что Александр опять пьет. Пока пьет, он так сказал, пока пьет. А что будет потом, неизвестно. Конечно, жалко, печально, но это его выбор, его жизнь, значит, он с этого кайфует. А ты думаешь, что Джави Дрзаева дальше будет большое будущее в боях? Ну вот ты сейчас с ним познакомишься, он раскручивает бои, там сейчас еще познакомишься, он дерется. Не, я в принципе вижу, что это за человек. Потенциал у него вижу, что он хорошо одевает актерскую маску, дабы, чтобы создать хайп, заработать денег. Его многие ненавидят, то, что он там много заявляет, громко говорит, но я знаю просто, как работает этот бизнес, и понимаю, что он делает все, что мог. Он рассказывал, что он недавно был в яме жесткой, выбрался с нее, но яма, я подозреваю, наверное, не буду говорить, что за ямой, так как я сам не знаю. Эмоционально? Ну да, скорее всего, эмоциональная яма, которая бывает часто у многих, к сожалению, бойцов. То, что он одевает на себя актерскую маску, громко говорит там, ведет себя с теми людьми так, как они себя позволяют с ним вести, то есть ему позволяет себя вести. Вот он с кем трешточил, с цыганом, они же там друг друга и петушками называют, и там и оскорбляют, и цыганы, видимо, это приемлемо, и костюму, а вот и костюм про него говорю. Трук в воду сейчас стоит. Здесь сюда, подожди, подожди, подожди. Да, я его? Надень меня вижу. Ну, прикинь, только протягивает, давай, хайпанешь еще в моем выпуске, да, сейчас поздравляю. Да мне и так хайп охладает. Хайп зла. Давай, сейчас мы уберем актерскую твою маску, да, вот это актерская. Я сейчас, кстати, про тебя рассказывал, а я сказал, что у меня мнение, что ты выбрался недавно из ямы, как ты рассказывал, не знаю, какую яму, возможно, эмоциональный, и ты вот эту актерскую маску на себе одеваешь, дабы заработать денег, как бы вызвать к себе интерес. Я тебя вижу абсолютно другим человеком за кадром. Несмотря на то, что ты там на конференции газуешь на меня, но на самом деле со мной ты себя вел очень приемлемо, ты меня не оскорблял, были какие-то шутки, шутейки в мою сторону, у меня в твою сторону. Меня это абсолютно все устраивает, но, а если серьезно, вот. Что, я думаю, что врач остановит тебя. Это ты сейчас наполовину маску. Нет, без всякой маски, без всякой маски. Я считаю, что ты опасен будешь только в первом раунде. Вот и все. Я знаю твое, я знаю, что ты будешь делать, я знаю, что ты будешь... Ну, ты, в принципе, это мне и сам рассказал, я и до этого знал, что это будет, вот. Это опасен в первом раунде, да. А почему в первом раунде только? Ну, потому что ты полетишь вперед, это будет твоя главная ошибка. Полечу, но пропускаю, и будет сечка. В первом же размене у тебя уже будет сечка. То есть ты готов меняться со мной? Да, конечно. И после этой сечки бой остановят. Ну, заодно сечки же бой не остановят. Нет, 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 бой не остановят. Просто ты уже сам, знаешь, у тебя уже такое состояние будет, ты уже сам не захочешь дальше продолжать. Ты же говоришь, что ты смотрел мои ролики раньше, до попадания в поповую маму, мои бега раньше, знаешь. Но ты сейчас говоришь, как будто ты меня совсем не знаешь. Ты знаешь, Свет, у нас времена меняют людей, и ты будешь думать о своем будущем, о своем здоровье на будущее, понимаешь? Надо ли тебе это? Это последнее, о чем я думаю. И понимаешь, ты вообще зачем, ты будешь понимать, блин, зачем я залез в кулаки, это же не мое. Все, это уже игра начинается. Будет сечка, одна, вторая, и потом врачи становят бой. Да, ну, либо врачи, либо ты упадешь. В каком раунде у меня будут сечки, что я закончу бой? Ну, я думаю, в первом раунде у тебя уже будут сечки, и во втором-третьем ты уже ляжешь. Мое мнение, если тебе интересно, я допускаю, что у меня могут быть сечки, но маловероятно, то есть это тебе надо попасть, наверное, по старым сечкам моим, чтобы они открылись. Зачем новые? Новые вряд ли откроются, но допускай только вариант. То, что ты говоришь, что опаснее в первом-втором раунде, я наоборот считаю, что я на долгую дистанцию. Я на конференции говорил, что ты проиграешь с позором. На самом деле, боец, который выходит в клетку, уже тяжело говорить, что он проиграет с позором. Это было дабы треш-тока, ради треш-тока, подыграть, подыграть по ему треш-току, и немного тебя в комедий батл вывести на всякие шутки-прибаутки. Да, я люблю шутить. Но мы знаем, что ты хороший парень, Свет. Мы к тебе хорошо относимся. А вот расскажи людям, почему тебя хейтят, ненавидят? Ну, тебе же это по-любому не нравится. Смотри, объясню тебе. Тебя хейтят, ненавидят за то, что ты говоришь громко. Я того пору, этого пору. Я знаю, что это актерская игра. Ну, потому что здесь каждый хочет зарабатывать, как он может. А что ты этим людям скажешь? Да мне, честно, без разницы. Пускай хейтят там, что-то, я на них не огорчаюсь, ничего там, не злюсь. Я когда просто видел хардкор, я видел, как здесь Шавхал, когда он пришел, сказал, вот я здесь, я вот один, король. Вот я здесь, и мне это понравилось, зацепило. Многие бойцы, которые пришли сюда, они сейчас себя хорошо чувствуют. И я тоже так же хочу, я хочу стать звездой, я хочу стать главной звездой и самым главным треш-токером, который отвечает за свои слова. Смотри, а как... В дальнейшем меня вы полюбите, я знаю. Просто немножко подождите. Но в любом случае есть люди, которые тебя поддерживают, а ты звездой как хочешь стать? В том плане, что на одном треш-токе? Ну я уже практически звезда, да, я уже обсуждаемая личность. Обсуждаемая личность, обозначенная. Обсуждаю тебя с точки зрения негатива, из-за твоих высказываний, но тебя все устраивает, тебе без разницы. Да, ничего страшного. Но мне кажется, ты немного сам себя обманываешь. Согласись, было бы круто открывать комментарии, пишут, Джавид красавчик, Джавид молодец, Джавид лучше. Не то, что сейчас мне пишут в комментариях, порви этого костюмы из Сарая, Китая, Вьетнама. Ну, как угодно называют, да? Я к этому нормально отношусь, как бы, и к тебе нормально отношусь. Ну, мне кажется, комментарии многие пишут, одни и те же люди. Они мне пишут, чтобы я разорвал тебя, а тебе они пишут, чтобы ты разорвал меня. Многим людям просто не хватает внимания какого-то, и вот они пишут, оскорбляют. А у тебя есть какая-то ответственность, сейчас тоже тебя спрашиваю на серьезке, какая-то ответственность перед тем, что ты можешь не ответить за те обещания, которые ты уже сказал в мою сторону. Ну, после боя все же может быть. Я, например, допускаю, что я могу проиграть, да? Мне в это слабо верится, но такой вариант возможен. Ты уже веришь в это? Нет, такой вариант возможен. Я с каждым соперником, когда выхожу, кто бы то ни был, я всегда допускаю, что я могу проиграть. Если проиграет, значит, сниму перед тобой шляпу, которую у меня не будет в клетке. Но я к тебе готовился. Ответственность есть за слова? Да, сто процентов есть ответственность. Я знаю, что большая ответственность на мне стоит, и я готовился к тебе. Я тренировался, я выкладывался на все сто процентов, это могут мои тренера подтвердить. Не пропускал ни одной тренировки. То есть у меня был режим машины, вот так вот. Я целыми днями просто готовился к бою. Морально не давит на тебя то, что ты пообещал сделать те вещи, которые могут не получиться? Нет, мне никогда морально ничего не давило. У меня просто есть какие-то переживания, волнения перед боем. Вот и все, больше ничего такого нет. Окей. Еще такой вопрос. Давай сейчас мы две ситуации разберем. В случае твоей победы и в случае моей победы. Мне интересно, конечно же, твое мнение в случае твоего проигрыша. Вообще было такое, что ты думал, блин, я наговорил много всего, но если я проиграю, что я буду говорить потом? Как мне оправдываться? Как мне зрительно объяснить, что я его пообещал там и нокаутировать, и порвать, и разорвать, а в итоге сам проиграл? Вот этот вариант его рассмотрим, а потом, если тебе интересно, я могу ответить, что будет, если я проиграю? Ну, мне неинтересно, что ты скажешь, как себя поведешь. Ты передо мной, в любом случае, уважение, оно останется в твоем. А у меня я просто очень много раз в жизни падал лицом грязь и столько раз потыкался, что я не боюсь вот этих моментов. У меня очень много моментов были, где я уже просто не верил, что я вылезу с них. Да, не наркоманские, там что-то просто жизненной ситуации. А, например, можешь привести какую-нибудь такую вкратце ситуацию? Да, ну, я тебе расскажу, знаешь, как. Вот ты поставил свои условия многие, я с ними согласился. Какие условия? Я поставил свои условия? Хочу поставить свои условия, что после боя со мной, когда я выиграю, всегда Славка Валенко придет, у меня возьмет интервью, так же, как он брал у Эмиля Новорузова, у многих таких бойцов. Ты это должен сделать. Но если это будет актуально, сделаем. Если я выиграю, да, если будет актуально, я выиграю. Нет, если выиграешь, это может быть не актуально еще. Может быть актуально, но у тебя все впереди, я вижу, как ты развиваешься. И если ты что-то сделаешь в дальнейшем, что тебя хотя бы люди должны немного будет полюбить, не за твой треш-ток, а за что-то еще другое. Ну, кстати, ты же заметил то, что многие бойцы, даже возьмем Чор Шамбе. Какой вопрос я отвечу? Ну, пойдем с ним. Если это будет актуально, я сниму. Это надо по обстановке смотреть. Вот сейчас пример я на Чор Шамбе приведу. Он когда залетел, его тоже все ненавидели, все хейтили, но он был на слуху. Но потом со временем он свою линию менял. Его начали любить. У тебя есть такое в планах сделать так, чтобы тебя начали любить? И то есть, что для этого надо сделать? Это как минимум убавить свой треш-ток и громкие слова. Я постоянно работаю, постоянно думаю, как вот менять свой треш-ток. Короче, я не заставляю никого любить меня. Хотите, любите, не хотите, не любите. Главное, деньги платите, да? Я буду делать то, что я считаю нужным. Я буду делать все для того, чтобы подняться и вытащить свою семью, и просто стать успешным человеком. Вот и все. А дальше вы любите меня, не любите. Смотри, я видел, как ты работаешь на ногах. Да, хорошие ноги, у меня так ноги не работают. Но здесь даже бегать негде будет вообще. Как ты будешь убегать отсюда? Бегать ты будешь. Я буду бегать. Конечно. Сто процентов. Я знаю. Только за тобой. Я все знаю, что ты будешь делать. Абсолютно. Сможешь выдержать мой напор? Сто процентов. Все пять раундов. Не то, что выдержу, не то, что я не выдержу. Я ценю, да? Не то же ценю, ставлю высоко твою энергетику, дыхалку твою, но ты сам сдуешься во время боя. Лицо крепкое. Я вообще пофигу. Да нет. Ладно, пойдем. Кстати, как бы постучал, как будто... Как будто пустота. У тебя первый раз в жизни, у тебя в первом бою так вот проявится первое такое чувство. Блин, зачем мне это надо? Зачем я сюда залез? Ну, это не мое, вот так ты скажешь. Я могу 5 хат купить на этот гонорар. А что ты говоришь, зачем я сюда залез? Я уже не буду жалеть об этом. Ты будешь думать о своем здоровье. О будущем ты будешь думать, понимаешь? Все, понял. А ты о чем будешь думать? О здоровье не будешь думать? А я буду думать, что наконец-то я хоть что-то сейчас заработаю хорошенько. Ладно, давай завтра увидимся. Удачи, боюсь. Без травм. Вот эти все моменты, которые я подходил к нему, говорил, это чисто просто психологически закошмарить. А теперь пришло время рассказать план на бой. Он знает про мой план на бой. Я его говорил. Я его не говорил публично, я единственное говорил на хардкоре. Когда фильм снимался, я сказал, мой план на бой. Прямо сейчас скажу свой план на бой, чтобы вы потом его сравнили. Я планирую перекрыться лицо из первого раунда с перекрытым лицом и с ударом просто на него лететь. Лететь, но не открываться. То есть сделать ему давку. Жесткую давку. Я планирую в первом раунде вытащить все силы. Да, я потрачу тоже очень много сил, функционалки. Но и он столько же потратит. У меня функционалка на самом деле, возможно, как и у всех. Единственное уникальное особенность моего организма, это то, что я очень быстро восстанавливаюсь. Если я очень сильно устал, мне хватает буквально одного клинча. Там чуть-чуть повисеть, повозиться. И это уже хватает для перезарядки. Ну а минута отдыха между раундами, ну так это вообще можно целую обойму поменять и в бой идти. В общем, план на бой таков. Все раунды, пока он стоит и стою я на ногах, жестко давить темпом, постоянно с ударами. Не давать ему думать, чтобы он не смог свой челнок делать, делать футкор свой. Чтобы он как боксер, да, он техничный, там, работает быстрее, чем я. Удары может у него правильно, везде кулак, да, ворачивает, там, корпус поворачивает. У меня всего этого нету, но мне хватает того, что у меня есть. И самое главное, не давать ему думать, чтобы он не мог думать. Запомните, боксеру не надо давать думать, с ним надо драться. Поэтому вот такой вот мой план, а получится он у меня или не получится, в любом случае вы уже знаете. Пожелайте мне удачи. Блин, а как вы мне будете удачу желать? Поддержите просто меня в комментариях, поставьте лайк, подпишитесь на канал, этого будет достаточно. А я показываю вам кухню дальше изнутри. Поэтому я пошел отдыхать, кушать, восстанавливаться. А завтра уже бой, увидимся завтра. Для вас это всего лишь пару секунд, а для меня целые сутки. Тебя не пускают на бой со мной, что ли? Пустите, ему драться со мной надо. Ко мне просто, вверх. А я ничего с ним могу. Я без телефон не пройду туда, у меня главный бой все. Ты готов, да? Конечно готов. Ты понимаешь, что тебя ждет? А что такое? Смотри, зрители спрашивают, почему ты на камерах такой дерзкий, а когда мы с тобой вдвоем, на моей камере, ты вообще как скромняшка себя ведешь. Давай газуй. Потому что я такую в жизни, понимаешь? Я газовать на тебя буду в октагоне и на конференциях. Подожди, а в октагоне как? А сейчас все, в октагоне? Да. Перееду тебя. Переедешь? Жестко. Прикинь, не так мой. Ладно, не буду кошмарить, а больше. Смотрите, Светаслав коваленьку горит, горит. Все, загорелся. О, Ярик, затепируешь меня так, чтобы вот этот кулак вонзился прям в челюсть. Вообще не так. Все, вот он, Катман, я думаю, вы его уже знаете. Будет меня, ты, кстати, опять в ролик у меня, видишь? Да, 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 я смотрел все эти комментарии, ребята, реально интересная наша профессия, вау. Там в комментариях про Катманов много писал людей. Да, 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 я смотрел, он удивился, спасибо. Тебе спасибо. А было еще, что в личку писали что-то интересное? Слушай, мне после этого выпуска человек написал, что типа вот, приветствую, хочу научиться. Как можно сделать и так далее, то есть, ну, приятно, профессии интересуются. На самом деле много спрашивают, мало кто доходит, когда узнают нюансы профессии. Кстати, ты тогда еще на камеру не рассказал, мы потом за кадром уходили, то, что какие цены на Западе, в Европу у Катманов, какие у нас, типа, это вообще разница большая. Но здесь тоже растет уже потихоньку, да? Да, ну, то есть, когда промоутеры начинают понимать, за что они платят, там, определенные суммы, это, ну, окупается, то есть, тогда, как сказать, зачастую имеет практика такая, то есть, как вообще мы оповарили на хардкор. Продиначально хардкор там вышел на нас, да, договорились с Руисом, потом вроде нашли кого-то дешевле, ну, или все, нашли других Катманов. Я поехал туда просто как гость, да, посмотреть интересно. И получилось так, что мне пришлось сам просто собрать. С чего мы начали с ним работать тоже, постоянно с ним работали. А что там, плохо к работе? Ну, лицо развалилось все, то есть, ну, две сечки, нос развалился, вторая сечка, бровь. А как ты собирал его? Ну, то есть, вышел, отработал с ним, остановил кровь все, и, то есть, он показал нашу работу. Вот она, тень бойца, брали, да? Да, 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 совершенно верно. У меня сегодня главный бой. Сделаем, я с тобой буду. Вот он, я сегодня буду его втыкать конкретно. Ну, я уйдю, с тобой буду работать. Все, бомба. Переодеваемся, друзья. Остались считанные минуты, ну, не минуты, а еще час. Волнение легкое есть, конечно, но это всегда бывает. Вот он. Что случилось? Сосов, а переодевайте, пожалуйста, сразу. Да, я. Отснимем, и первым потом трогать не будем. Все хорошо, понял, давай. Да, надеюсь. Надеюсь. На голых кулаках. Я брался четыре года назад. Сломать, ребят. После его трэш-тока особенно. Ты красочек. Мне нравится грамотный трэш-ток. Ты не грамотный, все, блядь. Ну, да, чтобы на его фоне не... Ну, я больше угорал в силу трэш-тока, я так особо не собрал. Вот он. Один человек кипирует. Еще вон три сидит. Садись рядом, не бойся. Я надо кипировать. Давай, садись. Костюм, ты с чем мой оператор, он тебе вопрос задает, поотвечай. Слышишь? Я сейчас вырублю тебя и твого оператора. А меня за что? Ты настолько злой, что оператора хочешь... Так я же не шучу. Ты не будешь лучше не шутить со мной. А кто шутит? Ты сейчас будешь много разговаривать, вообще, просто даже не за шутки получишь. Так меня же Свят попросил вопрос задать, я просто задаю вопрос. Задавай. Так я же задаю нормальный вопрос. Аккуратно. Так я ничего не сделал, ты мне уже, говоришь, вырубишь меня. Ты что, пообщаться хочешь? Нет, я просто говорю то, что... Вот, Жак, вот, пусть менеджер будет. Сегодня Святослав будет отвечать за всех нерусских, которых он докапался, до охранников, пятерочки, магнитных, пожарных... Как он любит стрелки метать, как... Ты за себя отвечаешь. Вот ты сегодня будешь за этих всех бедных людей. Ты за себя отвечаешь, ты что за других качаешь? Приехали в Россию, денег заработали, сегодня за них за всех. Это ты про себя, что ли, говоришь? Ты на них за всех будешь отвечать. Ребята, давайте жить дружно. Да нет, это у него актерская игра включилась. Сейчас мы ему актерскую маску эту стряхнем. Да, Джава? Слушай, из всех бойцов, которые у тебя уже были, на голых кулаках, Светслав Коваленко оценивается в твоих глазах самым слабым или нет? Ну, типа, сколько? Три боя, получается, было? Ты четвертый? Да. Типа, на каком месте среди предыдущих соперников Свят находится по силе? Все, все соперники были опасные. Ну, только одному получилось что-то показать в бою. Это только потому, что я не был готов. Это когда первый бой был? Потом, товарищи, как ирландец, я не дооценил. Не-не, я тебя оцениваю очень хорошо, на самом деле. Зря ты так говоришь. Спасибо. Ну, правильно делай. Я всех оцениваю бойцов, которые выходят сюда на драться. Как можно я не оцениваю бойца, если он уже вышел к тебе, бить тебя? Всех оцениваю достойно. Слушай, а по гонорарам из всех, которые платили до этого, это самое большое сейчас? Как ты думаешь, это из-за того, что Свят Медине их или то, что ты вырос? Святослав Паваликова, медийная личность. Чтобы там что-то говорил, он популярный человек. Я его не просто так на бою вызвал, я захотел урвать у него долю хайпа, кусок пирога. Кусок пирога, да, откусить его. Ну, изначально ты хотел снова по ММА драться. Да, без разницы, я с тобой в любом спорте вышел. Короче, ты выходишь не ради победы, а ради просто подраться с Мединем человеком. Сейчас у меня стоит на кону очень многое. Я выхожу сейчас, просто он не что-то у тебя. Все, голые гулаки, готовы. Святослав все время с оператором. Он не упускает моменты жизни, он хочет, чтобы зрители это все видели. Как и я бы хотел, чтобы зрители видели его жизнь почаще, 100%. Развинаться, капаем. Диман, он написал, что уже пирога. А в вода только что была, куда мы и люди все ушли. Что думаешь на счет слов, когда Джей Ви сказал, что меня тоже вырубят у тебя? За то, что я задаю тебе вопрос. Я не знаю, как ты напрекся, я не понимаю, что он и варит, и шутит, и вызывает интересную. Где кто тронет со мной, я убил? Короче, у меня был страх, да? Страх, ну знаю. Коваленко характерный парень. Он может навязать свою игру, потому что он, во-первых, нестандартный, тем более большой по весу. А Джавид базовый боксер, классический боксер, КМС по боксу. Я думаю, будет хороший бой. Но Коваленко в этом бою я считаю фаворит, потому что вес и по силу духа, я думаю, он чуть-чуть повосходит в этом плане. Я думаю, всю дистанцию, все три раунда пройдет этот бой. А не в пять раундов? А, пять раундов? А, раз в пять раундов, наверное, такая досрочная победа будет. Но Коваленко крепкий, я думаю, он может досрочно выиграть в поздних раундах. Я желаю обоим, чтобы было без травм, показали зрелищный бой. Но в этом бою буду болеть за Коваленко. Вот так происходит вся кухня изнутри у бойца, который будет сегодня драться. То в одно место, то в другое, то интервью, то переодеться, то затейпироваться. В общем, открываю кухню изнутри, как вы любите. В этот раз я в качестве бойца. Меня снимали, что ли? Так, пока ты здесь, это менеджер Эмилии Наврузова. Тебе нужнее, ты сегодня блогер, я боец. А, я сегодня блогер? Да. Хорошо. Расскажи вкратце планы Эмилии Наврузову, датчики, бои, потому что все видели последнего боя. Красавчик, одержал уверенную победу. Сейчас что он будет? Сейчас 30 марта выйдет еще один бой его, который проходил до боя в Дубаях, в казахстанском промоушене. Выиграл в первом раунде, бой закончился. Изучайся. Да, в первом раунде. Сейчас интересны медийные бои. Он же чемпион хардкора по боксу. Да, чемпион хардкора по боксу. Кулачка, когда будет? Кулачка, все зависит от предложения. Нам интересен бой с Мухаммедом Кламыковым. Приденькую, готовься к чему, всех снимали. И вопрос в том, что если мы договоримся по весу, это будет очень хороший бой. Во-первых, он ожидаемый. Ожидаемый этот бой. Хочу втащить уже охоту. Ну, я думаю, сейчас вы на ринге все покажете. С Кламыковым интересный бой. Там я слышал вызов бросал в формате Шамиль Галимов. Да, но там как-то произошло, что Лен Друж с ним пообщался и перехватил инициативу, так скажем. Нам больше интересны медийные бои. И плюс еще нам интересен международный опыт. То есть мы сейчас уже в бокс-реке есть официальное. То есть там 435 место на сегодняшний день. Дальше больше. А в кулачку он планирует именно за поясом? Не то, что с Кламыковым, а можно... В 70 килограмм? В 70 он планирует. Сейчас 70 пояс у Мартина Джуаряна. Это, в принципе, интересный бой. Но я знаю, у Мартина сейчас будет реванш с Саматом. Да, после этого боя будем обсуждать. То есть, ну, с Мартином интересно было бы подраться по кулакам. Ну, и с Саматом тоже интересно. Интересный бой, но это нужно будет садиться обсуждать. Нужно будет садиться обсуждать. А с Мартином не надо обсуждать, а с Саматом надо? Ну, с Мартином у нас уже есть определенная история. Мартину интересен этот бой в формате реванша, потому что по боксу он этот бой проиграл. С Саматом у нас пока не было. То есть боя, по сути, да. То есть, ну, больше, скажем, для зрителей интересно. Дальше международный опыт. Будут разные бойцы. Разные бойцы, разные страны. То есть сейчас были Казахстан, был Дубай, был Азербайджан. Ждем предложения по Азербайджану. Ну, и плюс, я думаю, в Америку со временем. Четко, спасибо. Тебе удачи в бою. Удачи, тебе тоже, давай. Петличку забираем. Вот так, друзья, видите, и блогер, и боец. И сам берусь, и интервью беру, и снимаю ролик для вас. Надеюсь, за двумя зайцами погонюсь, и обоих поймаю. Поднимаю стойку. Супер. Супер. Что сейчас это его лучшая форма. Это очень хорошо. Это замечательно, что это лучшая его форма. Я настроен биться, драться, сколько получится, столько и будем драться, как говорится. Ну что, дамы и господа, сейчас мы с вами на турнире. Дальше он будет уставать. Если Свят навяжет свою вот эту игру, которую он будет навязывать, то я думаю, Свят выиграет. Но не будем забывать, у Свята большой простой на голых кулаках. А Рзаев почти на каждом турнире дерется на голых кулаках. Здесь 70 на 30 в пользу Святослава Коваленко, потому что вес, опыт и плюха. У Святослава стреляет плюха. Если мы вспомним бой с Ахмедом Криком, то у Свята есть плюха тоже. Поэтому я думаю, 70 на 30 в пользу Святослава. Субтитры делал DimaTorzok Святослав будет драться против Джавида. Интересный бой достаточно. Джавид очень хороший, ну как бы неплохой боксер достаточно. Бьет очень сильно, быстро. Но Свят у нас такой же, можно сказать, как я. Такой колхозочкой, размахайкой забрасывает. Это интересный бой. Свят, конечно, весом побольше. Будет рубка однозначно интересная. Но вот интересно, как закончится бой. Я, честно, здесь победителя пока не вижу. Но, скорее всего, если Свят навяжет свою драку именно колхозными ударами, будет идти вперед, то он заберет. Если этого не произойдет, то Джавид разберет чисто на тычках и уверенно заберет этот бой. Ну, досрочных здесь не будет. Оба пацаны духовитые. Свят, это как бы тоже этого не отнимать духа. А Джавид тоже достаточно сильный парень. Но если только лаки-панч, я только вижу это. А так, тут уверенно, интересный бой. Прям матчмейкеры красавцы подобрали. Очень крутое противостояние. Будет рубка, я думаю. Так же, как и в бою Калмыков-Ковалев. Бой Коваленко и Джавид, а я считаю, что фаворитом является Коваленко. Он выше, у него больший вес, и я думаю, на классе он должен разобрать Джавида. Я думаю, бой не продлится всю дистанцию, зная одного, зная другого. Я думаю, бой в третьем раунде закончится. Вот так хорошо! С ударом, заходи, с ударом! Вот так! Оверхед уже от Джавида вылетает. Вопадает! Джавида для анализа соперника в команде. Вопадает справа! Вот так! Да, 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 да! Я подустал, он чувствует, что подустал. Да. Руки в кучу, собирай! Важный момент, что у Святослава есть второе дыхание. Да, вот! Тут лучше стала техника Святослава. Действительно, вот проходит, вот так хорошо! Клорит Джавида, потому что... Ой, джек! Да, потому что Свято... Ну, а Джавида, конечно... Вот, сейчас опять будет такая столовая. Нет, надо работать! Надо работать! Прокусов клинча, да, здорово. Вот, Джавида, делается собираться! Вот, хорошо! Пойдя вперед! Не застаивайся, Святослава, на ногах сегодня же! Надо подножать, Святослава, надо забирать два раунда. Давай, тихо, тихо! Да, не надо! Четвертый раунд! Все, все! Ой, хорошо на скачке! Ну, посмотрите, активнее Святослава все время выходит в него! Смотрите, ну, вот так неплохо! Вот так хорошо! Вот так, работает! Это не Святослава, по-моему. Пока посвято, плюс тихо, вот неплохой. Пошел, п***о. Надо досрочно двигать. Надо, надо все отдать. Надо все отдать. Прямую левую руку. Ничего страшного. Ничего страшного, б***ь! Где б***ь? Мы будем не до конца понимать. Что, в предыдущих раундах, в теории, возможно, надо... Ой, 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 ой! Поджавит, поджигал, бутык! Ой, ой, ой! И это, конечно... Чё, ази... Да, как же он умелый! Святослав, не клинчуй! Танцовку, Святослав! Давай, давай, включаться! Боковой, давай, в заднюю руку, давай! Смотри! Едино-классный в решении у Сони! Победу одерживает победу! Искрыт! Молодцы! Удивил! Снимаю шляпу! Свят, красавчик! Огромное уважение тебе, брат! Спасибо тебе огромное, что ты дал мне этот шанс в жизни! Проведу несколько боев, но по ММА. И опять же, пополню свою коллекцию непобедимой серии. Кулаки не зашло! Немного обидно за то, что я подвел вас. Но за себя мне не обидно. Потому что если бы я где-то не дожал, дал заднюю, и что-то не доработал бы, я бы себя винил. Сейчас мне себя не за что винить, потому что я сделал все, что мог. В дальнейшем я буду развиваться, я вам это обещаю. И буду тренироваться, чтобы подтверждать слова делом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот, меня зашивает, а я контенте думаю. Ха-ха-ха! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот тут у меня болит Мы подождем до завтра Завтра отек будет больше И вставлять будем Завтра вообще пальцы не сможешь шевелить Проснется с такими толпы Сегодня наш день Святославу мы желаем скорейшего выздоровления Что все у него зажило Дальше он только выше и выше шок Так, я прошу прощей Надеюсь, что тут пока меня нет не газует на меня А то все, трешток прошел Не, в итоге договорились на ММА Он говорит, что в партере слон Не газовал меня, что я его уничтожил, убранил Не газовал точно? Не, вот я как за твоей спиной говорил Что ты настоящий мужчина Ты настоящий красавчик Я очень благодарен тебе За то, что ты мне дал эту возможность И спасибо тебе большое Не, молодец Обещал посечь, посек Кстати, вот эту сечку ты, блядь, после команды стоп сделал Обещаю Ну, ты мне тоже стоп Не, я ничего не говорю Такое бывает случайно выиграл И у меня пошла кровь Молодец Выполнил свое обещание Выиграл Не думал, что ты выиграешь Честно скажу Когда говорил, что я тебе выиграю Я в это верил абсолютно Думал, что, ну Вышел в клетку, блядь, руки там Короче, что-то не то Мне хочется в клин взять, перевести Бороть, колени лопки Ты мощный, ты сильный Да Я тоже перед тобой снимаю свою шляпу Да, нет Я ни о чем не жалею Потому что я сделал все, что мог А раз я сделал все, что мог И проиграл Значит, он будет сильнее, абсолютно заслуженно Ничего не говорю Я пахался Я тоже пахал, на самом деле Я тоже пахал Ну, ты сильный в ММА Ты боец Ты физически сильный Ну, кулачка Это немножко другое Но этим тебе огромное уважение Что ты пришел Как бы И показал, что у тебя есть характер Я увидел твой характер Ты реально плотно, сильно бьешь И идешь всегда прям Я думал, что ты сломаешься Честно скажу Когда я говорил, что ты проиграешь с позором Ну, это было утрировано для трештока Любой боец, который выходит Он не может проиграть с позором В любом случае Но, что я вкладывал в эти слова Я думал, что я твой характер сломаю И ты в третьем раунде Во втором будешь избегать боя Или будешь падать Этого не случилось Как я говорил Снимаешь шляпу невидимую Вот Я даю тебе ее Как же так Я горд, что ясно Я Святослава Коваленко Знаю очень давно Я еще не был в хардкоре Я сидел, лежал дома Без работы Без всего Потеряв Потеряв надежду на хорошую жизнь Я смотрел на Святослава Я смотрел на Шавхала Многих бойцов И я просто Честно У меня переполна горд Что вы реально красавчики И сейчас Я горжу собой Что я стою рядом с тобой Мы с тобой побились Ты же говорю, что я беспонтовый блогер Нет, нет Ты красавчик Я Добой беспонтовый Потом нормально Да я его трештоп Когда я говорю, что я не воспринимаю его трештоп Потому что у меня есть улыбка Не то, что он там Клоун какой-то Для меня он не клоун Я знаю, как работает индустрия поп-мма Как работают разогревы Просто вызывало улыбку Мне нравилось твой трештоп И где-то тебя тоже так Немного Ну, получилось неплохо Молодец Ты меня нормально Да, теперь используй свой хайп Чтобы немного сгладить свой негатив Хоть ты говоришь, что тебе все равно Что тебя хейтят Но вот ты сейчас немного популярный Старайся теперь это сглажить углы Чтобы это будет лучше потом Добрый хайп всегда намного лучше негативного хайпа После этого боя я почитаю комментарии Я посмотрю И сделаю для себя определенные выводы Не осаживайте, не грузите его Он зарабатывает деньги как может Делает все, что может У каждого здесь свой образ Который выбирает Как ему делать рейтинговые бои Как зарабатывать деньги Он выбрал такой способ Каждый делает то, что он может Как-то так Я сейчас после боя с Святослава Денежный человек У меня хороший гонорар Ты прибавил реально в джибах? Они доходили, мне интересно Спросите как раз сейчас у Джавида В первом и четвертом раунде Был эффект? Доходили, конечно Потому что я видел Раньше это вообще было То есть вот так вот Знаешь, там как-то плашмя А здесь я видел, что несколько раз Прям неприятно тебе попало Правда лоб, по-моему Но все же Я работал с ним в зале Видел, что он мог в зале делать И этого не получилось показать В клетке, в ринге Поэтому Сегодня мы проиграли Ну и тяжело переквалифицироваться в кулаки Когда мы с ним боролись полгода До этого Не уделяя внимания Стойке Я ему говорю Может в стойке чуть поработать Он говорит Нет, зачем У меня в борьбе хорошо получается А потом в какой-то момент Он мне говорит Я буду вот на кулаках Можем чуть на кулаках подготовиться То есть по факту Мы уже приняли бой И начали работать С самого начала Я видел, что Соперник переигрывает его Технически Я думал, что Может быть функционально Мы выиграем Но Хорошо Джавид был готов Вот Свет неплохо дышал Но здесь Одной Так скажем Одного желания Мало было То есть Не хватило мастерства Вот То есть Здесь как в борьбе Не поддержишь Да Светлес в принч Постоянно Нужно было Хоть как-то корпусом Поработать Чтобы сблизиться И там уже Зайти на нужную Для себя дистанцию В общем Сейчас сегодня мог Выиграть Всегда можно выиграть Всегда В бои Ты делал случаи Но Что имеем Ну что Костюм На всех каналах Ты сегодня будешь Все Вот Пришло время поговорить Нам с тобой Опять же Без маски Актерство Вот Расскажи вообще Как тебе бой прошел Только не надо Меня нахвалят Перехвалят Говори как есть Вот и все И потом я выскажу Своё мнение для зрителей И еще Обсудим какие-то моменты Да Вообще Говорю как есть Не надо меня льстить Что-то хорошее Говорить И тому подобное Ну я Я тебе вот говорил Уничтожить Значит Не уничтожить Во-первых Я тебя не уничтожил Ты дрался до последнего Шел вперед Ну это по чесноку И Во-вторых Я Приблизительно знал Что бой Именно так и пройдет Я хотел Я очень хотел Продышаться У меня все бои Закончились В первом раунде И вот я хотел С тобой продышаться И я продышался И у меня Оказывается Хорошая дыхалка Я нормально себя чувствую Нормально дышал Да Спорят Нормально дышал Ну это потому Что я пахал Давай немного поговорим Про твой образ Давай постарайся У нас небольшое Мини-интервью Ты рассказывал Что следил за Шавхалом Черчаем Видел вот там Такой гангстерский образ Кого-то еще образ А почему Из всех Действующих героев Попа-мамады Именно вот взял Как Шавхал Такой вот Чтоб тебе хейт Или негативный был Вот именно такой вот Болотной образ Почему решил его взять Ну я здесь честно Когда Шавхал Какие-то фразы говорил У нас в компании Мы ходили Угорали Егошними фразами Говорили Егошними фразами Там знаешь Я Я его смотрел Пересматривал Много раз Мне нравилось Ну не то Что не только его Да там Он нравился Болотует Короче Да Мне я кайфовал От Шавхала Там от многих бойцов Как ты относишься К негативу Который про тебя пишут Только честно Не надо Ты там мне все равно Не может быть Человеку все равно Потому что всегда Это задевает Самолюбие Любого человека Даже который говорит Что мне все равно Хейт Это неправда Давай по чесноку Перед аудиторией Я попытаюсь Чуть раскрыть Честно Ты можешь сказать честно Что ты думаешь По этому хейту Читаешь Что цепляешь Что не цепляешь Были мысли в голове Блин Ну может чуть-чуть Где-то изменить Что-то сделай по-другому Сейчас очень много Подходит фотографируют Со мной И все говорят Что всем нравится Монтершток Что без меня Хардкор не Хардкор Вот такие вот слова Я не знаю Почему мне так Хейтят все Я не понимаю Они не понимают Твой образ Просто для них Они думают Что ты так Высокомерно На всех говоришь Я не высокомерный Я знаю Какой ты в жизни Но на камерах Выглядит как будто Ты говоришь За всех Высокомерно Поэтому люди Не любят Тех Кто так говорят Но хардкор Не хардкор Если бы тебя не было Ну хардкор Хардкор в любом случае Был бы Но такие персонажи Как ты Которые много говорят Молодец Сделал Дел Тоже нужны Ну Сейчас 23 год Да Сейчас время шоу Везде Где вы не были Вот даже бойцы UFC посмотрите Обычные Кто там молчает Не особо интересно смотреть Я ничего не говорю Я не красавчик Потому что там дерутся Но те кто делают хайп Их гораздо интереснее смотреть Ну все со мной Должны согласиться В этом Кто Кто делает хайп Что-то делать Необычно Вот Ну их интереснее смотреть На самом деле Молчаны Да Которые выходят Подтверждать Есть такие бойцы Которые заслужили Огромного вожия Но если бы они еще делали В хайп какой-то Да Но это было просто Ну вот Хабиб Нурмагомедов Да Это другой Это человек Который Все И всем Все доказал Он Вообще нигде не хайповал Ничего там Что у тебя с рукой вкратце Расскажи Рентгене делали Просто болит Или не сгибается Перевод Ну вот это у меня там Короче у меня Хана ему Вот этому большому Он там Сейчас вылазил Вставляли Вытаскивали Но я не желал тебе этого Я сам не хотел Чтобы у меня руки Травмировались Вот тут я не знаю Тут скорее всего сломано Что за ямы Вот тоже по честному Если возможно открыть Я не могу это Как-то здесь сказать Давайте А я примеру Ты мне посоветовешь Давай Давай Ты Зависал на ставках Все проигрывал Все проигрывал Я каждый раз Возвращался домой И лежал дома Со мной уже Никто не общался Просто от меня Отвернулись все У меня очень много Долгов было Очень много Я А расскажи Подожди Извиняюсь Что перебиваю Мне уже интересно А расскажи Как это Все началось Первое Как ты начал Решил ставить Сливать Деньги брал Занимал Или где-то Крал Может У меня Всегда было Очень много денег Вот честно Я никогда не работал Ну я работал Вот только Вот брат Помогал Когда он пришел У меня уже Вытащился Я помогал ему Целый год Я ему молоко Таскал Он водитель Много денег Откуда было Всегда ко мне Деньги липы лесами Вот честно Тебе говорю Потом ты познакомился С букмекерами Да И все И начал сливать А когда у тебя Закончились деньги Где начал брать деньги Занимал Там Везде Говорили мать Отец Брат Вот чекодили Вот мне Всегда Везде мои долги Закрывал Там Я постоянно С ним ругался За это Он постоянно Мне То есть Ты прям Жестко Вопал В этот азарт Жестко У меня сейчас Было бы все Если бы я не играл У меня была И квартира И машина И все было бы И у моей семьи Все было бы Но я Все проигрывал Все Бухал постоянно Кайфовал Там Я не знаю У меня мама Когда я приходил Домой Мы жили в одной комнате В квартире У меня мама Уходил в другую комнату И плакал Чтобы я это не видел Что творится С ее сыном Просто Вот так Вообще Было очень сложно А употреблял что Ну Траву курил Да Базар Друзья Вам интересно Чтобы я к нему Как к нему Пришел по хатам Раскрыл его Расчехлил Как следует Потому что я вижу У него в душе Такие страдания есть И за маской Вот этого Блатного парня Который делает контент Он немного их глушит Я это чувствую Потому что я много Интервью брал у бойцов Если вам интересно Напишите Раскроем Может его скинем Откуда-нибудь Как я Хадиса Ибрагимова Скинул Но это посмотрим Мне интересно И как вот Ну все Ты уже сейчас Не ставишь Я целыми днями Тренируюсь Я превратился В машину И я имею не то что Машину А машину Которая постоянно Работает Занимается делами Я целыми днями Тренируюсь Только живешь Спортом А у меня Другого варианта Нету Мне надо вернуть Долг моей семье Вот и все Большой долг Да Ну примерно Насколько Да Чтобы моя родина Семья моя Не чувствовала Никаких проблем Финансовых Вообще А ты сказал У тебя только мать А отец Мама Папа У меня вот старший брат Младший брат есть Я средний Ну в семье не без уродов Как говорится Но главное Чтоб ты дальше Не был уродом Как говорится Ты уже встал На путь исправления Нету вариантов У меня Точно Сейчас вбухивает Дядя Дженя Что это за дядя Дженя Дядя Дженя Человек Который инвестирует Все мои проекты Он верит в меня И он Он помогает мне И материально И морально И он мне везде Все подсказывает Он верит А кто он такой Кто он Я скоро вас все Познакомлю с ним И он верит Что я не поставил Гонорар Ты прикинь Сейчас заработал денег Зачем Свят Я готов был спорить Ты мне и так Многое сейчас дал Ты сам сделал это Потому что ты выиграл Это не то что я там тебе дал Ты сделал победу И ты сам для этого все сделал Но ты мне дал бой Но я и себе его дал Я тоже заработал Здесь все выгодно Но ты выиграл И поэтому с этого бой Ты получишь больше чем я Я так же хотел тебя жестко переехать Наехать Подкинуть Не поймать Но не получилось Поэтому Все что ты делаешь Ты делаешь сам А какие-то Бои Которые у тебя Хайпово получаются Это просто сопутствующее Сопутствующее время Где ты идешь У тебя надо только продолжать делать И так же Зрители Напишите в комментариях Что вы о нем думаете Уже После того Как он снова поговорил И если вам будет интересно Я сниму обязательно Большой выпуск И мне кажется Ему еще рассказать Такой Бедолага Можно сказать В прошлом И сейчас Что ты можешь еще сказать Все что ты мне сейчас говоришь Все что мне сейчас люди говорят Это мне говорил брат Полтора года назад Когда я еще не был в хардкоре Когда мы с ним ехали Каждое утро Развозили молоко Потом мне все Каждый день Все это говорил Что все будет четко Залез в хардкор И все Ты сам все увидишь Красавчик Спасибо брат Ох бля У тебя рука сломана Давай Спасибо Так с братом поговорю Сейчас с тобой еще чуть Если тебе что-то в жизни От меня надо будет Я всегда тебе повернусь Отлично От души Спасибо Приветствую тебя Как зовут тебя Габель Рзай Габель Старший брат Слушай Сейчас про тебя уже рассказали Твой брат Про яму Расскажи Своими глазами Как ты это видел Вот эту букмекерскую яму В которую он попал Вот как ты видел Прихожу я домой Он там возле компьютера Или пропадает Или его нету Интересно Твоими глазами Вы видите Его вот эту жизнь Которая была у него Джавид Знаете как Он человек открытый И очень добрый И вы это все Сами видите Он очень добрый И люди так же К ним относились Вот как ты сейчас К ним относишь Так же все к ним относятся И давали деньги Давали Ну верили ему Что Занимали Да Занимали Кто-то так давал Потому что Джавид Он с детства Был талантливым боксером А у нас город маленький Мы все знали И все любили Он как был Ну мини-звезда в городе Из любительского спорта И занимали Давали деньги Кто-то так давал Кто-то просто А за что давали Не понимаю Что значит просто так давали Ну Зоня-то говорит С тобой общаемся Одолжи денег Мне там надо Например Начата Ты раз дал ему Сто тысяч Пятьдесят тысяч И вот так вот Он у меня брал У всех И приходилось Закрывать Ну Это А вопрос не возник Куда он деньги тратит Когда ты узнал Что он В букмекерку Залез Я узнал Это Наверное Уже в середине Этого этапа Когда он в этом был Были даже моменты Я хотел просто Взять бензин И пойти облить Эту букмекерскую контору Я думал его Сейчас скажешь Да Его тоже Его тоже Он очень много проблем Принес Очень было тяжело Потому что У нас младший брат Есть Розаев Сеймур Мы с ним Я его тренировал И мы как бы Все в спорте А он Был далек от нас Он Наркотическая зависимость Алкогольная зависимость У младшего Нет У среднего Джавида Была Букмекерская зависимость Да У меня Разные люди Разных статусов Вызывали На какие-то разговоры Что он у него взял Что он у того Что он там Что-то натворил И приходилось Его везде Вытаскивать Вытаскивать Со всего дерьма В котором он встревал И Один момент Просто Я ему сказал После такой Сильной драки Его избили Я говорю Джавид Наверное Это последний раз Когда мы тебе Что-то тянем руку Потому что Уже устали уже все Ты наверное Должен сам себе Протянуть руку И Я увидел Что у человека Просто вокруг Никого нет Он просто лежит дома И я понял Что это либо Закончится тюрьмой Либо Для него Очень Какой-то клиникой Либо Ну что-то будет У меня была мечта Чтобы мы Были звездами В боксе В мире бокса У нас Младший брат Серьезный Спортсмен И я хотел И я хотел его Тоже Я ему говорю Я подпишу тебя Хардкор Как раз Звонит Ничего Что я рассказываю Не долго И Хардкор Звонит А Сеймур Был громкий бой Вы наверное Видели Это отрыв Где он сказал Я тебя вырублю Во втором раунде Парню И вышел Вырубил И после этого боя Им заинтересовался Хардкор Хардкор Позвонили Я говорю Ребята Сеймур Пока у него Свои планы Но я вам могу Предложить Акаба В азербайджанском Только кузове Они говорят Давай Типа Покажи Кто это такой И отправляю Фотографии Джавида С девчонками Толпой Я говорю Он парень Артист Он может Делать шоу Они говорят Давай посмотрим Просто И вот Сегодня я с тобой Сижу Подожди А если ты знал Что он артист Получается Вот этот образ Который у него Сейчас в Хардкоре Он где-то уже Раньше использовал У него сейчас Образ болотной Он крутой Болотной Самый лучший Он не то чтобы Болотной Он просто Знаешь как Уличный пацан Который наезжает Образ у него Этот есть И он и в жизни Такой Он может Он очень много Дрался Очень много У него разборки Всякие там Я не знаю Ну в жизни Он не такой Как у него Образ Ты тоже не говори Когда у него Были проблемы В жизни Когда у него Есть какие-то Какие-то моменты Он очень Плохой человек Он очень Взрывается Он очень вспыльчив Он может Подраться С любым Человеком Ну когда он Не находит себе Он не находился Да И пришлось Пришлось Его вытаскивать Я понимал Что человеку Все плохо Кончится И полгода Он только Просто Без денег Без ничего Работал Таскал Мы грузоперевозками Занимались Он таскал Там работал Получилось Вытащить Слава Богу Получилось До сих пор Я контролирую Все его карточки Все его Пароли От соцсетей Да и вообще Всю его жизнь Я наверное Контролирую Хороший брат Слушай А расскажи Что ты сам думаешь И ваши родители Думают Насчет его Образа В хардкоре Который негативный Ну согласись Много хейта Из-за этого образа Что говорите Вы ему Ты типа Ну Я помогаю ему Я помогаю ему Насчет негатива Мне интересует Да Я изучаю всех его соперников Я просматриваю все Я пишу ему Что надо делать Многие моменты А он уже От себя Преподносит А насчет негатива Что он делает Ну Это Знаете Как Это путь В этой игре Я знаю Что у тебя Негатив У тебя было тоже Много негатива Особенно Когда ты ходил Я следил Ты ему писал сценарий Да Все про тебя Я ему писал И я следил за тобой С первых твоих выпусков Где ты на рынке А сейчас тебя все любят Это так и должно Это так и работает Вначале тебя ненавидят Вначале ты на хейте На хейте А потом просто тебя Эту историю Нам еще показал 3-4 года назад Макгрегор А сейчас Нам это показывает Зелимхан Исупов Просто Из обычного парня Которого все ненавидели Но его все равно ненавидят Не знаю Но сейчас я натыкаюсь На очень большой комментарий Где его любят Народ поддерживать его Это игра Еще два боя Его будут все любить И он сам уже поменяется Я думаю По сути Этой жизни Пока он в хардкоре Он поменяется Я думаю Понял Большое спасибо Красавчик Хороший брат Джавида Поэтому Спасибо тебе Мы очень Очень уважаем Святослав Семья Розаев Мы очень к нему С уважением Большим Все что было Им сказано До боя Это все Это писалось мной Это все Где-то из интернета Где-то Правда Неправда Это все Разогрев бой Святослав достойный парень И он позиционирует достойную жизнь Достойного парня Русского парня Спасибо тебе Спасибо тебе Ну что друзья Вот ролик подошел К концу Экспериментальный формат Решил снять Как все происходит За кулисами Всю кухню изнутри Бойца Перед боем Вы в принципе Все увидели Извините Кого подвел Я действительно Верил в свою победу Думал что перееду Сломаю его характер Сзади машины Чуть-чуть Мы сместимся Левее Сюда смещаемся И еще Чуточку Смещаемся Сюда Я думал что Смогу сломать Его характер Молодец Характер Он не надломился Просто кулачки Не совсем мое Пойду в ММА Дальше бороться Забарываться Логти и колени Работать Вы друзья Поддержите пожалуйста Лайком Подпиской на этот канал Мне стыдится нечего Я вышел в клетку Подрался Как мог Проиграл Ничего страшного Идем дальше До новых встреч Друзья Всем пока